Жительница поселка Каменецкий Вера Леонова теперь ходит по дому в халате. От домашнего дресс-кода женщина успела отвыкнуть. В ее доме 1956 года постройки с начала осени стало настолько холодно, что про халат и тапочки пришлось забыть. Спасали телогрейка и валенки. Обидных эмоций Вере Васильевне добавлял и тот факт, что котельная расположилась прямо напротив дома. Однако визуальная близость тепла согреться не помогала. Как и ответы, которые женщина получала по телефону из местного ЖУ. В дома подается тепло тогда, когда на улице устанавливается соответствующая температура и столбик термометра не поднимается выше 8 градусов. Это по закону. Пенсионерку знание закона также не согрело, поэтому она обратилась в районную администрацию и попросила включить отопление раньше положенного срока. Вчера обратились, сегодня нам уже приехали сделали. Это очень быстро. Мы очень этим довольны. Очень довольны. Чиновники навстречу пошли. Тем более, что котельная к отопительному сезону была подготовлена. В целом готовность Узловского района к зиме почти 100%. Избавятся от термина «почти», когда устранят мелкие неполадки в четырех котельных. Сроки администрации себе поставило жесткие. И весь жилищный фонд имеет, скажем так, теплые стены, теплые квартиры. Поэтому принято было решение начать отопительный сезон раньше. Мы со своей стороны хотим, чтобы жители видели реальную нашу работу. Но если котельный к зиме муниципалитет подготовил, то вот с готовностью жилого фонда возникли проблемы. В суд поступило исковое заявление прокурора о бездействии Узловской администрации при подготовке домов к отопительному сезону. Опрессовка системы отопления не проведена, паспорта готовности не представлены. Контролировать ход работ должен был глава города Юрий Лобастов. Возможно, на подготовку к зиме просто не хватило денег. Ведь треть городского бюджета, 35 миллионов рублей, идет на содержание муниципального унитарного предприятия Управления городского хозяйства. Которое, кстати, возглавляет брат Юрия Лобастова Евгений. По совместительству еще и городской депутат. Не хочет этот Лобастов уходить, это давно известно. Не хочет. Ну, что делать? Они появились давно. Вот уже когда даже начались вот эти безвремени, вот это с невыплатой зарплаты, жаловались к ним, ходили. И ничего, они действительно все вот руководители, кто предприятие, вот у нас на Камерпоне, на этом, на 5-15. Так остались миллионы людям должны. А все почему? Потому что Лобастов прикрывал их. Вот только кто же будет слушать местных пенсионеров, если, к примеру, глава района Владимир Пруцких по документам практически нищий. Не имеет никакого имущества, кроме старого мотоцикла «Ява». На работу он ездит, правда, не на нем, а на импортном внедорожнике стоимостью около 4 миллионов рублей. Видимо, супруга и сын Пруцких в беде не оставляют. Ведь сами они не бедствуют. В собственности родственников главы района завод, заправка, карьер по добыче песка и многое другое. Но это уже тема для отдельного репортажа. Сергей Речиц, Дмитрий Бочаров, ТВ «Центр ТОЛА». Дмитрий Бочаров, ТВ «Центр ТОЛА». Дмитрий Бочаров, ТВ «Центр ТОЛА».